Бригадир Александр Петрович был невеликой природы корпуса, но пузаст всегда заботился, чтобы иметь хороших для изготовления столов кухарей, и для того каждые три года отдавал в Москву в клуб двух парней для обучения поварскому мастерству и разным кондитерским приемам разных украшений. Через такое хозяйское предусмотрение у бригадира никогда в поварах недостатка не было, даже напротив было изобилие, и все знатные господа к его столам охотились. Он, без перестачи своему правилу следуя, в одно время отослал в Москву еще двух хлопцев, из коих один, будучи на вид самого свежего и здорового лица, не перенес у плиты огненного пыла и истек течением через нос крови, а другой Петруша собою, хотя видом слабый и поклеватый, все трудное учение отменно вынес, и вышел повар, столь искусный, что в клубе лучшие гости и сам граф Гурьев ни за что его отпустить не позволяли, и велели давать за него бригадиру на их счет очень большой выкуп. Бригадир же, сам тех радостей ожидая и слушать не хотела выкупи Петра, но не дождав ни разу покушать его приготовления кушанев, неожиданно помер, а вдова его, бригадирша Марья Моревна, любила держать посты, и, соблюдая все субботы и новомесячья, ела просто, и, оставшись опекуншую своих детей, сына Луки Александровича и дочерей Анны Клеопатры, тонких вкусов не имела, а по-прежнему в посты ела тюрьку, а в мясоедные дни что-нибудь в национальном роде, чтобы жирно, слащаво и побольше, с пеночками утоплено. А потому она даже и всех бывших поваров пустила по оброку и Петрушу в клубе оставила, побирая с него в год по 700 рублей на ассигнации. Петруша сам получал на ассигнации больше как две тысячи, и уже давно назывался-то не Петруша, а Петр Михайлович, и столь сделался в независимости своей уверен, что женился на племяннице старшего повара-француза, которая в него по женскому своему легкомыслию влюбилась. А в законах империи российской была несведуща и не постигала, что через такой брак с человеком русского невольного положения она и сама лишалась свободы, и дети ее тоже делались крепостными. Бригадирша же Марья Марьевна, прослыша о том, что Петруша безведомо ее обвенчался на французской подданной, поначалу хотела поступить с ним грубо, но, имея обычай о всем советовать со своим духовным отцом, рассудила иначе, что от этого ей и детям никакого убытку нет, и наложила только на Петра оброк против прежнего вдвое, так как, по рассуждению священника, Петр, породнясь с первым французом-поваром, мог сам теперь просить о прибавке жалования и об статьи доходов. Требование это Петр Терентьев через многие годы исполнял, и оно его не изнуряло, а напротив того он еще себе немало добра нажил. И когда у него родилась дочь от французки, то водил ее как барышню в коротких платьицах, полсапожках и штанцах с кружевами, и учил ее грамоте и манерам у иностранной мадамы в пансионе. Так он был уверен, что получит выкупом вольность, и от всех Жениных родных и знакомых тщательно крыл свое крепостное сословие, оброк аккуратно высылал и паспорт и получал сам с почты. Но по элику нечто тайно ежи не объявится, то пришла к нему в Москву сестра его, смазливая девка, бежавшая от взысканий у правителя, который будто бы доискивался ее и для того ее притеснял. Родственный голос крови возопил в Петре и побудил его на иное безрассудство, ту сестру у себя скрыть, хотя с сильным наказом, чтобы она о беде своей, от которой бежала, никому бы не открывала, и через то их крепостного звания не обнаружила. Однако, по возникшему о ней подозрению, что ей некуда иначе бежать, как в Москву к брату, она там была открыта и взята по пересылке к наказанию при вратах полиции и к водворению в имение. А как это сталось в то время, когда дочери бригадира Анны и Клеопатра уже кончили учения и пришли в возраст, то в наказание Петру, и сам он был потребован в деревню к наказанию за укрывательство сестры, а потом оставаться там и готовить для стола помещиков. Тогда весь секрет Петра, столь долго им от жены скрываемый, во всем виде перед всеми обнаружился, и столь сильное имел на заносчивую французскую гордость жены поражение, что она, забыв закон брака и все обязанности супружества, решила мужа оставить и бежать с дочерью в свою природную страну Франции. Другие же доносили так, что будто даже и сам Петр на это ей помогал и сам был согласен навсегда их не видеть, только чтобы не быть им в господской крепости. Но управитель прибыл в Москву для их препровождения, все это вовремя открыл и сдал их этапу для доставки. И тут жена Петра по пути следования в малом городке в больнице на этапе умерла. А Петр с дочерью доставлены в имение, и Петр за свое непослушание и за сестру наказан при конторе розгами. А дочь его, Поленькая, по четырнадцатому году оставленная без всякого наказания, и даже прощена и приставлена к барышням, из коих младшая, Клеопатра Александровна, ее весьма жалела и спать у себя клала. А Петр стал готовить на кухне и начал сильно болеть грудью и кашлять, да потом скорый умер. Бригадирша о смерти сего искусника печи варить истинно скорбела, ибо смерть сего постигла как бы нарочито как раз при помолвке старшей барышни Анны за именитого жениха. Причем в дом бригадирши съезжалися веселиться многие гости, и надо было для своей славы блеснуть образованным хлебосольством и показать достатки и деликатность. При этом же приехал и брат невесты, бригадиров сын, Лука Александрович, и привез с собой двух товарищей офицеров для танцев. Из этих офицеров, тоже именитого рода, один скоро влюбился во вторую барышню, Клеопатру. Узнав о ее хорошем приданном, похотела жениться. Так, вслед за первую свадьбой у старшей сестры ожидалась и вторая. А в приданной за ней, кроме всего, что она по разделу получила, она брала еще себе Петрову дочь Поленьку, которой тогда уже было 16 лет. Но Лука Александрович этому начал сильно противиться, и, придя к матери, повинился, что мимо воли своей чувствует к этой крепостной неодолимую пассию. Бригадирша приняла это за обыкновенное в молодом возрасте бываемое, и, быв рассудительно на это, не только сына не обидела, но, напротив, желание его исполнила и девку ей не отдала. Лука же Александрович после свадьбы второй сестры целый год в деревне и в отпуске проводил дома и веселился, часто посещаемый двумя своими полковыми товарищами, которые также вблизи их села оставались, наслаждаясь домашним воздухом и удовольствиями. А Поленька через это время явилась непраздною, и, имея, как видно, от матери врожденную французскую кокетерию, столь Луку Александровичу через свою ласковость и милоту пленила, что он дошел до неожиданного безумства, и, находя в ней будто все прелести ума и кроткого сердца, опять признался матери, что пассия его через годовое преступное соотношение с тою полуфранцуженкою не только не угасла и не устыдилась, но что он, напротив, того не может перенести, чтобы оставить ее в таком положении, а просит у матери дозволения на неравный брак с нею. Мать ему стала представлять опытные резоны, чтобы его воздержать от погубы, ибо и начальство военное ему на брак с крепостной никогда бы не соизволило. Но он обнаружил самую упрямую непокорность и, имея тогда отроду двадцать пятый год, стал говорить, что уже немалолетний и готов для своей любви, чтобы и службу бросить, а на поленьке обвенчаться тихо, без дворянского общества, как простые крестьяне, среди дня, после обедни. Так он почитал загладить грех своей совести браком и жить в деревне, занимаясь хозяйством. Бригадирша, видя такую непреклонность и любя сына, и сожалея о его безрассудстве, все испытав, что могла в тоне строгости, обратилась по давнему своему обычаю за последним советом к своему духовному отцу и просила его идти с просфорой от обедни, офицера увещевать и угрожать ему страхом религии за непослушание воли родительской. Тот их церкви священник послушался ее приказания и, придя к офицеру, говорит ему указанное, но напрасно, и после того еще раз, и два, и, наконец, в третье пришел, но получил от него такой отказ, чтобы в четвертый раз и приходить не отваживаться. Ибо мнилась всему заблужденному, якобы он сам Слово Божие знает и почитает, и грех свой пред беззащитную сиротою имеет выну пред собою, и за долг совести своей почитает его исправить. А вы, говорит, меня от честного намерения отклоняете и на бесчестное наводите. Хочу быть более Богу покорнее, нежели прочему. Священник, видев, яко ничтоже, успевает, но наипаче молва бывает, оставил сварливца и, придя к его матери, сказал, что по упорству обнаруженному он ничего от мер резкости не ожидает, а, напротив, быв в жизни опытен, опасается предвидеть нечто непоправимое, в том роде, что непокорный сын может снестись с близко проживающими полковыми офицерами и умчит как-нибудь темной ночью возлюбленную им девицу на тройке борзых лошадей в какую-нибудь отдаленную силу и там с ней обвенчается, и будет тогда последняя вещь горше первое. Этими неожиданными словами благоразумный священник так бригадиршу запугнул, что она замоталась перед ним, как ясырь, и, изрыгая на сына хулы света, хотела исключить материнскую любовь из сердца, снять отцовскую икону всемилостивого спаса и изречь сыну проклятие. Но священник ее от такого противного безумия воздержал, а подал ей совет такой политики. Наровоучение его было, дабы испробовать совсем иное, как бы изменить будто свое недозволение и мнимо на тот неравный брак согласиться, но с тем, чтобы упредить это, написав для девицы отпускную и занеся ее в первой гильдии купчихи, а тогда на ней, как на купчихе, обвенчаться. Между же тем, как бригадирша не могла этого скоро понять, она еще больше даже на самого священника рассердилась, а священник ей сказал, «Пожалуйста, повремените на меня с гневом вашим, а более того, вникните, ибо видели вы уже немало, что гнев ваш ничего к облегчению не соделает, а лучше прослушайте далее мою позицию и обсудите, ибо сказанное неспроста мое предложено. Вы пошлите сына вашего в город самого хлопотать об ее вольности и купеческом звании, и он на все то охотно согласится и в радости своей поспешит, а мы в тот самый час, как он из деревни за околицу отлучиться, немало немедля, сию девку по вашему приказанию, с каким укажетесь крепостным, невежую обвенчаем, и тогда будет всем этим беспокойством естественное окончание». Но только одно у нее оговорил, чтобы ему самому была зато от бригадирши всякая защита от его мщения. Бригадирша, поняв этот план, возликовала и его приняв, произнесла, «Только обстроить бы мне все это дело, как это тобой умно рассуждаемо, а потом я тебя скрою. Я тебя в свой комнатный погреб посажу и к себе ключ спрячу, пока он уедет. Буду сама есть приносить. А после я тебе к новой пашне на упадлое место лошадь подарю». Поп пришел домой радостный и, не умея скрыть себя, говорит по подье. «Ну, мать, радуйся. Полно мне по старой сивухе вздыхать, которая пала, да и ранее того в сахе остановилась. Будет у нас с тобой к новой пашне добрая лошадь с господского двора. Тогда ты, когда похочешь, к детям в семинарию навестить съездишь, посмотреть, с кем там мишка водится и отчего Гришка харчом недоволен». А попадья была нетерпячая и стала спрашивать, «Чем ты угодил барыне и за что лошадь получаешь?» Поп говорит, «Не приставай, и лучше даже не спрашивай. Не скажу, тайна сия велика есть и большой секрет между нас». А попадья была еще ловчей попа, да вместо того, чтобы прямо добиваться, стала лебезить. «Ляшка, ну ты устал, ляшка, на коверчик на полу, отдохни, а я у тебя в головах сяду, да в волосах поищу». А поп была хочешь поискаться и лег на пол под ее обаяние. А она села, да положила его голову себе в колени и стала так нежно, слегка пряльную в ребенку и в косах поковыривать, да подбородкой ему тихо и ласково венчальным кольцом катать. А как на него от копошения сонный стих к очам прильет, она и говорит, «А ли еще и теперь мне не скажешь, за что нам лошадь дадут?» А поп говорит, «Так и есть, что не скажу». А она подождет, опять в голове поковыряет, да опять подбородкой ему кольцом поводит и говорит, «А ли еще и теперь опять не скажешь?» Да так много раз к нему докучно приставаючи, привела его к тому, что сказал, «Ах, оставь меня, пожалуйста, спать!» И все дело ей высказал. Она же, оставив его спать, прикрыла ему лицо платком, а над носом кибиточку сдернула. А сама вышла, дверь за собой запила, и, взяв ключ с собой, пошла к бригадирше. И, быв умнее мужа, и спросила себе ту обещанную лошадь теперь же, сказав, что «Мой поп вам все отслужит, а мне к детям съездить надо посмотреть, почему харчами недовольны». И сама привела коня за повод к себе на задворок и поставила крески. Поп, как встал, да как увидел коня, удивился, говорит, «Зачем не за свое дело бралася и не в порядок учала?» А она отвечает, «Молчи, поп, не ворчи, что взято, то свято, а ты хоть в семинарии ученый лозой точен, да малосмыслен». «Чем так?» спрашивает поп. «А тем, что ты или не видишь, что бригадирша стареет и со света сходит, а ее сын к самой сильной паре приходит. Что ж ты, как если против него неугодное сделаешь, ведь ты в погребу весь свой век не отсидишься, а как вылезешь, тогда тебе и нам всем за худо будет. Неужели ты не знаешь, что день встречать надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к уходящему западу?» Поп, ее загадки прослушав, и начал сужаться и спрашивать. «Вижу, говорит, свою промашку, да что ж теперь сделаю?» Она отвечает, «Ты ничего не сделаешь, а я сделаю». Поп еще больше испугался. «Ты, гляди, что еще не задумала ли?» Она отвечает, «Не твое дело. Ты за что взялся, то и совершай, а я сделаю, что надо полезнее». Поп было серьезно занялся, как узнать, что его жена думает, да никаких средств не умел и ничего не узнал. «Вот нет, говорит, во мне твоей Евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выпытала, подбородкой шевеливши. Но, однако, сделай милость. Помни, что Евиным безумием Адам погубленный». Но попадя ничего не внимала, а сказала такой сказ, что если поп ее заранее осведомит, когда бригадиршин сын съедет в город, а Поленьку с мужиком свинчают, то она никакого мешания не сделает. Но если он от нее это скроет, то ее любопытство мучить станет, и тогда она за себя не поручится, что от нетерпения вред сделает. Поп уступил. «Ну, ладно», говорит, «я тебе лучше все скажу, только ты уж знай, никому не ни». Лука Александрович себя от радости не помнит, с матерью помирился и послал за товарищами и офицерами. Они завтра все вместе в город поедут. А как они выйдут, так сейчас чистолюбию Поленьки будет положен предел, и не успеет тот до города доехать, мы ее здесь окрутим с петухом. Был же петух бестигольный мужик на господском птичном дворе, нечистый и полоумный с красным носом, и говор имел дроботливый с выкриком по петушинному, а лет уже сорока и даже более. Это услыхав, попадья руками всплеснула и говорит, ах вы, помору на вас нет на обоих с бригадиршию, старые вы злодеи и греховодники, какое вы зло совершить задумали. Нет, я этого ни за что видеть не могу и ни за что здесь не останусь, а как теперь есть у меня свой собственный конь мною выпрошенный, то делай ты, что завзялся, а мне пусть батрак завтра рано на заре сани заложит. Я возьму лукошко яиц, докадочку творожку, поеду одна в город в семинарию, там посмотреть, хорошо ли их хозяйка на харчах держит, и только через три дня назад приеду. Ну, попа и очень рад. Ступай, говорит мать, только мне шкоды не делай, навести Гришку и Мишку скажи им мое родительское благословение, чтоб со всякими безразборно не водились, а помнили, что они дети ерейские, а не яичковские. Мать взяла у попа ключи, сбегала на колокольню за лукошком, поставила в сани лукошко и кадочку и поехала. Да как выехала за курицу, так и пошла коня по бедрам хлестать хворостинкую. Шибко она доехала до первой станции и остановилась. Мне говорит, надо из другого села попутчиков дождаться, чтобы парой коней спрячь. И как по некоем часе и в ожидании к станции подкатили сани под светлым ковром, где сидели Лука Александрович и его два товарища. Она взяла Луку в сторону и говорит. Никуда дальше не поезжайте и ни одной минуты не медлите, а скорее назад возвращайтесь. Так и так вот вам тайна, которая против вас умышлена, и покуда вы сюда ехали и здесь остаетесь, там все за вас делают. Лука Александрович схватил себя за виски руками и завопил. Горе мое лютое, если это верно, то теперь все поздно, они уже успели ее обвинчать. Но попадья его скорбь утешила. То, что я вам открыла, говорит, это все истинная правда, но опоздания еще нет. Как воскликнул Лука. Мы ехали сюда час и более, да назад должны скакать столько же, а долго ли время венец надеть? А попадья усмехается. не венцы венчальные. Офицеры видят, что их дело хорошо справлено, потому что венцы здесь, а других в церкви нет и венчать нечем. Подскакали к церкви, выскочили из саней, лукошко с собою и прям толкнули в двери, но обрели их не позабытыми, а плотно затворенными и изнутри запертыми, а там за дверью слышны беготня и смятения, и слабый плач, и стон, и священниковы крики. Услыхав все это, Лука Александрович и его два товарища дали порыв гнева и, сильно заколотив в двери, закричали, сейчас же нам отпереть, ибо знаем, что в храме насильный брак совершается, и мы не допустим сейчас двери вон выбьем. А как в храме ничего не отвечали, то они стали бить с денщиком в двери, высадили их и вскочили в церковь все, и попади на Лукошко с собой. Вина же смятения в храме была та, что венцов, которые попадя с умыслом выкрала, не могли найти, да и впре о том делали шумные крики. Поп корил дьячков, может быть унесли и заложили, а дьячки на него спирались, говоря, мы венцов из ставца не брали. Но дьякон никого не поносил, а молча писал в книгу по жнехе и невесте обыск, повенчанный первым браком крепостные Пелагея Петрова да Афанасий Петух, писанные по ревизии за их господами. А обыскных по них свидетелей всего два человека стоят без грамоты и поленьку за локти держат. А Петух в завсегдодашнем своем скористве только волосы маслом сглажены, поставлен, как сам не рад, но безответен. А тут в двери заколотили Лука Александрович сотоварищи, все воинственники отважного нрава, да при них бомбардир из черкесов при велике усилок, в таком возбуждении, как бы опившись хирского напитка, як и непотребные от рассуждения правоты отчужденные безумцы. Тогда все, кто на каком месте стоял, заметалися, особенно, как Луки Александровича голос услыхали, и, забыв о венцах, кинулись совершать, что скорее к исполнению. Обыск подписали и стали каналою. Имя Божие призвали и петь уже начали, сами не зная, чем по пропаже венцов кончится. А дьякон по неудовольствию на попа думает, что не тому бы одному надлежало взять от бригадирша лошадь, а его священно-дьяконству тоже не помешало бы привезти, хотя не заезжала вострягуночка, да в таких-то мыслях понес он мимо дверей книгу со вписанным обыском, а сам проходя размахнул питою до нижней крюк у двери и сбил. Тогда дверь не удержалась и распахнулась, и вошли все те осаждавшие, имея пылкий вид и самовольные обороты. Два офицера, у коих в руках венцы, начали всех толкать и похватывать, а Лука Александрович взял предстоявшего жениха петуха за подзакривок и оттолкнул его, став на его место. А бомбардир ихней, превеликий усилок, по их слову, стал давить попа перстами поджабренные кости. Отчего-то я боль коснулась во все части, что поп завизжал не своим голосом. И офицеры, обозлив тем же дичков по косицам, кричали пойте и читайте. И те все от страха загугнеша, ежи не различите самим каковая действует. Но дьякон, уцелев от всего трепания и судя, что обыск брака Пелагеи и мужа с петухом записан, а сии набеглые непорядочники, как военного звания, объявляются в духе законов непостижимой невежды и только своего бестудного хотения домогаются, а между тем все сами смелого характера, а при них бомбардир привеликий усилок, порешил. Эээ, да что нам до того, во свете надо всем угодно жить, тогда и хорошо. И, надев стихарь, возгласил, положив еси на главах их венцы, а за ним и все ободрясь, как овцы за козлом, пошли с карахватом и кончили. И как только венцы сняли, так офицеры уворотили Пелагею в запасную шубу и покатили опять в тех же санях к городу. И скоро на чистой дорожке мать Попадью обогнали и ее даже не поблагодарили и не узнали. А зацепив ненароком под отводину, сань ее с нею вместе избочили и в снег опрокинули. И творог, который она везла недовольным семинаристам, притоптали в одно со снегом место. Мать же Попадья, прозорлив и здрав ум имея, и зато даже не осердилась, а только во след им с усмешкой сказала, «Ничего, ты мне со временем за все воздась и отразу». А он и безумцы, проскакав в город, взяли новых незамаренных коней и опять поскакали, и так неизвестно, куда совсем умчались. Попадья же, удостоверив для себя, что у семинаристов на харчине удовольствие, возвратилась назад, застала всеобщее перелыганство. Все прилыгались к ижде на кое к жде, кто всех виноватия, и от бригадирши все таили, ибо страха гнева ее опасались, и сказали ей, свадьба повенчана, а что подробнее было, то неожиданности не открыли. Бригадирша весь причет одарила, дьякону в синюю, от ячков порублю и успокоилась. И как она на Пелагею гневалась, то и на глаза ее к себе не требовала. Только на другое утро спросила, как она теперь со своим мужем после прежнего обхождения. Но покоевые девки ей тоже правды открыть не смели и отвечали, что Пелагея очень плачет. Бригадирша была тем довольна и говорит, она и повинна теперь всегда плакать за свою нескромность, ибо хамова кровь Киафетовой не простирается. И никто не знал, как и когда все такое столь великое лгание прекратить, потому что все правые и виноватые и злого и недоброго на себя опасались во время гнева. Но дьякон, быв во всем этом немало причинен, но от природы механик хитрейший от Папа и Папади, взялся помочь и сказал, если мне принесут из господского погреба фалернского вина и горшок моченых после сладких больших яблоков, то я возьмусь и помогу. Тогда Пападья побежала к ключнику и к ларешнику и, добыв у них того вина и моченых после сладких яблоков, подала их дьякону, ибо знала, что он был преискусный выдумщик и часто позываем в дом для завода и исправления не идущих по воле своей аглицких футлярных часов, коих ход умел умереть через облегчение гирь или отпускание маятника, или очистку пыли и смазку колес. Он и пошел в дом и положил всему такое краеграние, что, развертывая гирную струну на барабашке, вдруг самоотвожно составил небывалую повесть, будто петухова жена Пелагея еще в первой ночи после их обвенчания сбежала от него босая и тяжелая из холодной пуни и побрела в лес. И там ей встретился медведь и съел ее со всей утробой и с плодом чрева ее. Бригадирша тому ужаснулась и спросила, неужели это правда? А дьякон отвечает, я священнослужитель, присяги принимать не могу, но мне так просто должно верить, и вот тебе крест святой, что говорю истину и перекрестился. Так что же мне совсем не то говорили, спросила в ужасе бригадирш. А дьякон отвечает, это матушка все со страху перед твоей милостью. Для чего же говорит бригадирша так, мне этого не нужно, чтобы лгали, я велю сейчас всех наказать. А дьякон ей стал доводить, эх матушка, не спеши опаляться гневом твоим, ибо и ложь, и лжи рознь есть. За ней есть ложь, оголтелая во обман, и есть ложь во спасение. Того бовси повини и сми, и так было и повся дни. И почаи заговаривать историю от писания, как было, что пред цари лгали все царедворцы в земле фараонской, и лгаша фараону вси и о всякой вещи, вы же отвратите его от часа от бывшего в людях бедствия. И то есть лютость, и в том кижда привноваша кайму ижда, даже ощемнилась быть и благочестивее, боголюбивее. И не возглагола правды, даже и той же бы первой по фараоне, а один ток мосвязень пентифаров, оклеветаник из темницы, не зная дворецких порядков, пришел дьякон к ее делу и сказал, ты же, госпожа, сама властвуешь и душами живых под державой твоей, и же есть отблеск высшую право, и вольна ты во всем счастье и в животе верных твоих, а того ради все тебя бояся, многие правды тебе не сказывают, но я худой человечешка и маломерный, что часишки твои разбираю да смазываю. Столь сея ночи думал о часах быстротечной жизни нашей, скоро приходящих и минающих, и дерзнул поговорить истину. И ты не опали, зато ни меня, ни других яростью гнева твоего, но обычным твоим милосердием всех нас покрыв, рассуди тихо и благосердно, сколь душевно вредно из всего того может выйти последствия. Ибо от угнетенных нас тобою может быть доношение властям в губернскую канцелярию, то свадьба-то по твоему приказу пета бяху населом над Пелагею. И тогда все мы смиренные и покорные пострадаем за тебя, а тебе, как ты думаешь, каково будет отвечать Богу за весь причет церковный? Бригадирша стала ужасаться, а дьякон ей еще подбавлял, говоря, да еще и всем венце тебе самой придет некоторый меч в душу, и избудешь ты немало дейских и приказных людей, да еще они в полноте священной власти твоей над рабами твоими могут сделать умоление. Всего-сего ради смилуйся, ни с кого не взыскивай, чтобы и тебе самой худо не было. Лучше подумай, а я и зайду на вольное поветрие твои часы по приметочкам на солнце проверять. И бригадирша, подумав, увидала, что дьякон действительно говорил ей с хорошим и добрым для нее рассуждением, и когда он с солнца вернулся, подала ему вместо ответа целковый рубль, чтоб всем причем за упокой Пелагеи обедню отслужили, и потом же за ту плату и панихиду, и на панихиду сама обещала претить с кутьей. Но дьякон, видя ее умягчившуюся, рубль у себя спрятал и сказал так, «Не, за упокойному пению и рыданию быть не должно, ибо я теперь расскажу уже всю настоящую правду, которая есть гораздо того веселее и счастливее, ибо Пелагея жива и обвенчана, но с такой хитрой механикой, что нескоро и понять тебе можно». И в ту пору изложенные превратности бригадирши открыл, но тоже не совсем без умолчания. Сказал он ей, что непокорный сын ее Лука Александрович под венцом с Пелагею ходил, а черкес держал петуха в стороне за локоть. И когда бригадирша стала со страха обмирать, он ее успокоил за благовремя, что все это венчание сыну будет не впрок, ибо описан брак в книге как надобно на петуха с Пелагея. Бригадирша вздохнула и перекрестилась. А того, что за превеликим смятением во местное венчание невесть что пято бяху, дьякон не сказал, а принес ей из церкви книгу, где брак писан на Пелагею с петухом и говорит, все крепко, что написано пером, и не вырубишь топором. А сын твой, хотя и смелый удалец, но блазин и закона не понимает. Пусть куда он ее умчал, там с нею и блазнует. Ему-то и мысльно придет, что она ему не жена. Бригадирше даже весело стало, и она пожалела, для чего не с ним, а с попом первый совет советовала. И за то, чтобы ему не быть перед попом в обиде, самого на ворог посылала, чтобы сам взял себе там любого коня, на которого только глаз его взглянет. Но дьякон умнее себя показал и похвалами не обольстился. Коня выбирать борзяся не кинулся, да не будет у старшего зависти. А желаю, говорит я себе, что скромнейшее, получить с твоего скотного двора молочную коровку с новотел и с теленочком. Да пусть будет промеж нас двоих такое в секрете условие, что получать мне от тебя из рук в руки к успению и к Рождеству по двадцати рублей на сына в училище, чтобы ему лучше жить было, и он бы подобно всем на харчи не жаловался. А я это стану брать и весь наш секрет соблюду во всей тайности. То, слыша, бригадирша отвечала, однако же ты, я вижу, себе не враг и хитрости твоей даже опасаться можно. Но дьякон ей себе никто не враг, но моей хитрости тебе бояться нечего. Я тебе уготовился якоже конь добр в день брани, и сам через тебя от Господа помощь приемлю. Она же хотение его совершила, но через все остальные дни свои имела к нему большую пристрашку, а сочетавшийся Лукей и Пелагей ниже сего прилагается.